Сборная Латвии 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 это хорошо или плохо, что сильный противник в начале. Мне кажется, об этом не надо думать. Главное, если ты профессиональный спортсмен, должен выходить именно на каждую игру и концентрироваться именно на того противника, который тебе на сегодняшний день должен играть. А так заранее рассуждать, надо было того или того. Единственное, что, например, в прошлом году нам всем не понравилось, что мы были единственной командой, которая была первой два раза подряд 15 часов между играми. После белорусов у нас маленький отдых сразу в Швейцарии. Ну вот такие вот нюансы маленькие. На сей раз все будет в порядке, отдыха будет достаточно. Ну надеемся, надеемся. Я так не изучал на самом деле все эти моменты. А нет этого ощущения, когда у тебя экзамен, то лучше сначала сделать всю самую сложную работу, то есть встретиться с такими серьезными соперниками. То есть пускай это прошло. Как бы математика, химия. Ну может быть так и лучше было бы. А в конце, ну не знаю, не знаю, не хочу это так. Сложно сказать. Коба, ты являешься игроком силового плана и не случайно Тед Нолан, предыдущий наставник сборной Латвии, тебя регулярно привлекал в нашу команду. Первого числа мы играем с канадцами, это родоначальники хоккея. И против тебя будет играть Сидни Кросби. Ты знаешь такого хоккеиста? Конечно, знаю. Даже я знаю такого хоккеиста. На Олимпиаде, кстати, ну у нас была как бы сдача перед канадцами. Тренер сказал как бы, ребята, давайте сейчас не надо начинать, как всегда мы начинаем, сразу силовую игру с ними, не вступать, потому что это Канада, это машина. Если мы их разозлим, то нам только хуже будет. Он говорит, выйдите кто-нибудь на раскатке, спросите автограф. Сделайте им такой сюрприз, чтобы они вообще, ну, как бы, в шоке все были. Потому что они не знают, что такое Латвия, я вам гарантирую. Подойдите, спросите автограф, подойдите клюшку спросите. Они будут в шоке, они не будут готовы на игру. Ну и как бы, ну и мы там шутку спрашивали у всех на раскатке перед игрой. И я у Кросби спросил клюшку. Ну и мы проиграли, я уже, ну, как бы, все расстроены, все пошли в раздевалку. И мне, как бы, наш, ну, как бы, стафф в команде говорит, кто у Кросби клюшку спрашивал, кто к такому тебе принес. Серьезно, да? Да, да. И он сам пришел до раздевалки, принес, подписал. Где-то клюшка хранится, да? Клюшка есть, да, да, да. Под кроватью. Дома стоит? Дома под кроватью. Какая информация. Так на этот раз тактику будете такую же? Ну, нет, это как бы, просто, ну, так, шутка. А почему? Хорошо, мне понравилось. По-моему, очень эффективно. Между прочим, Кросби всего лишь второй раз будет выступать на чемпионате мира. Первый раз это случилось в 2006 году, когда Рига принимала мирового первенства. Но если серьезно, Коба, я сообщаю, из хоккейной семьи, большой хоккейной династии. Марис Яс, двоюродный брат, выступает в сборной Латвии. Марок Яс сыграл долгое время в нашей команде и в ЦСКА. И вообще, Коба, ты был обречен стать хоккеистом и, значит, уже в пятилетнем возрасте встал на коньки? Ну, знаете, наверное, да, обречен, может, нет. Но это я сам очень хотел, просто, ну, когда я был маленький еще, я все время, мне Марок привозил всякие клюшки и всякие там, ну, всякие сувениры хоккейные. Я смотрел на Марок, там, на дворец спорта мы ездили, в спорту пил старый, мне казалось, только, потому что для меня он как бы кумир был вообще. И тоже очень хотелось играть, потому, наверное, даже не было сомнений. А, Коба, это правда, что ты хотел в детстве стать артистом или нет? Ну, это не в детстве хотел, это когда я... Я до сих пор хочу, кстати, да. Мне кажется, тебе неплохо бы получилось, может, стоит задуматься об этом, там, театральная студия... Ну, как бы, знаете, размениваться нельзя, одно дело закончим, пойдем к другому. Когда закончите? Ну, чтобы уже режиссеры сейчас, так сказать, записали, когда вас присмотрелись, когда вас приглашать. Вы в кино хотите или в театр? Нет, в кино. В кино хотите, да? Главную роль какую-нибудь? Ну, не знаю, как начинать. Милодрама, привет. Могу начать из главной сады. Можете из главной. Коба, ну, три года у нас во главе сборной стоял Тед Нолан, все-таки канадский специалист с родины хоккея, человек сейчас Александр Белявский. А вот ваши впечатления от работы с нашим тренером, который в свое время также выступал в Рижском Динамо, известный в прошлом хоккеист, есть различия между ним и Ноланом? Ну, это два специалиста, у каждого своя история, как бы, кто-то именно играл, вот видите, шведский хоккей, играл за сборную Латвии, как на Александр Белявский. И очень умный такой, интеллигентный, как бы, человек и хоккеист, как бы, чуть другие подходы, но у обоих, что общее, оба очень спокойные во время игры, что, как бы, ну, очень ценится, мне кажется, вот, когда взрослая команда, это очень важно, потому что у меня попадались многие тренера, которые, там, что происходило, война на скамейке между собой, там, все кричит, все гудит, и потому иногда это, может, мешает игрокам концентрироваться, а вот именно вот Теда Нолан и у Александра Белявского, такое спокойствие на скамейке, и, то есть, ну, он не передает панику никакую игрокам, и, то есть, игроки спокойно чувствуют себя, ну, и, как бы, Тед Нолан, как бы, ну, вырос, ну, за океаном, как бы, там всю жизнь работала, у него, может, чуть другой подход и менталитет, у Александра другой, но, как бы, оба специалисты высокого класса. Насколько я знаю, в Прагу собираются отправиться около пяти тысяч латвийских болельщиков. Для тебя, лично, поддержка фанатов, она играет большую роль? Ну, я... Или тебе не важно, кто там на трибунах, что происходит? Ну, это очень важно, как бы, для нас, то есть, весь мир знает болельщиков Латвии, и мы всегда гордимся, то есть, мы, ну, знаем наших болельщиков, и мы всегда, то есть, громким словом про них говорим, и хочу сказать даже словом всей команды, что мы очень благодарны, и спасибо, что у нас есть такие болельщики, на самом деле верные, потому что даже, как бы, игра не складывалась, мы всегда чувствуем, что они с нами, и нас поддерживают, и мы очень благодарны им. Вообще, сборная Латвии уже будет 19-й год подряд играть в высшем дивизионе чемпионата мира, и в этом году вы продолжаете высоко нести знамя латвийского хоккея. Хочется пожелать вам, чтобы вы обязательно сыграли успешно на групповой стадии турнира, не испугались никаких шведов, чехов, канадцев, обыграли немцев, австрийцев, французов, и вернулись с высоко поднятой головой с Праги. Ну, ведь помимо хоккея, там еще будет день рождения, 4-го мая? 1-го, 1-го. 1-го мая? 1-го мая? Так, все, обязательно, ну, клюшка у вас уже есть, попросите какой-нибудь автограф, ну, как-то договоритесь, да, чтобы мы еще... На майке, на майке. Да, нужно же как-то фильм все-таки снять, да? Надо, надо. Володя сценарий напишет. Ну, я думаю, что Коба, лучшим подарком для Коба будет отличная игра и его, и команды всей, 1-го числа. Победа, конечно, да.